Министр юстиции Сергей Литвиненко и председатель парламентской юридической комиссии Олеся Стамати должны подать в отставку после негативного заключения Венецианской комиссии по поправкам в законопрокуратуре. Так считает депутат Блока коммунистов и социалистов Василий Боля, заявивший, что ПДС получила красную карточку от авторитетной европейской структуры. К сожалению, управление не выучило уроков 2019 года и наступает на те же грабли. Они осквернили юстицию, само понятие реформ. Я считаю, что они должны подать в отставку. В первую очередь, министр юстиции Сергей Литвиненко и судьи Конституционного суда тоже, которых мы просили признать поправки противоречащими основному закону. Бывший председатель Конституционного суда Александр Тенаси на своей странице в Фейсбуке предположил, что власть попытается представить заключение как минимум нейтральным. Он также отметил, что эксперты подтвердили то, что и так было известно, и, скорее всего, их заключение будет проигнорировано. По мнению председателя Центра юридических ресурсов Владислава Гребенчи, несмотря на свою критичность, Венецианская комиссия некатегорично и не дает рекомендацию остановить процедуру оценки работы Стаиногла или уголовное расследование в его отношении. Но это хорошая возможность улучшить закон о прокуратуре прозрачно путем всестороннего обсуждения и без спешки. А вот вице-председатель партии ШОР Марина Таубер считает, что заключение Венецианской комиссии сформулировано юридически очень жестко и дает однозначно негативную оценку действиям властей. Я предполагаю, что кишиневские власти должны были дождаться заключения, а вы как считаете? И чтобы только после этого закон вступил в силу, заключение Венецианской комиссии подает тревожные сигналы со стороны европейских партнеров парламентского большинства. В понедельник вечером Игорь Гроссу сообщил, что еще не ознакомился с выводами экспертов. Оценка работы генпрокурора Стаиногла, по его словам, все равно продолжится. Наверное, нужно было уделить больше времени дебатам. Идеальных процессов не бывает. Мы внимательно изучим все, на что указала Венецианская комиссия, улучшим механизм и будем двигаться дальше с этой законодательной базой. Отметим, что месяц назад председатель парламентской юридической комиссии Олеся Стамати заявила, что если Венецианская комиссия вынесет отрицательное заключение по поправкам в закон о прокуратуре, то власти их аннулируют. Венецианская комиссия в своем заключении назвала поправки в закон о прокуратуре, внесенные в августе парламентской фракции ПДС, поспешными, непрозрачными и отметила их принятие без публичных консультаций с представителями учреждений, которых они коснулись, Генеральной прокуратуры и Высшего совета прокуроров. Венецианская комиссия отметила и то, что состав ВСП был изменен второй раз за короткий срок, что производит впечатление того, что власти меняют его, исходя из своих интересов. Комиссия также порекомендовала рассмотреть возвращение в состав ВСП генерального прокурора. Международные эксперты холодно отреагировали и на установленную ПДС-процедуру оценки работы генпрокурора. Они пришли к выводу, что власти должны основательно ее пересмотреть, четко прописав в законодательстве показатели оцениваемых действий и достижений, которые сейчас отсутствуют.